Привет, с вами DJ Krypton. В этом третьем уроке по теме быстрая цветокоррекция в программе Adobe Premiere Pro я расскажу, как поправить баланс белого при помощи фильтра Fast Color Corrector. Fast Color Corrector это фильтр, который можно использовать для изменения цвета клипа, регулируя его тон и насыщенность. В принципе, по своим параметрам он очень схож с фильтром 3-way Color Corrector, который мы рассматривали в прошлом уроке, но он немножко проще по настройкам и преимущество его в том, что он требует гораздо меньшего времени рендеринга. Переходим в программу Adobe Premiere Pro. В программе Adobe Premiere Pro создаем новый проект. Называем его Fast Color Corrector. Нажимаем ОК. В настройках видео выбираем DSLR 1080p 30 кадров в секунду, так как наш материал был снят опять же на мой фотоаппарат. Называем секвенцию также Fast Color Corrector. Нажимаем ОК. Теперь импортируем клип, воспользовавшись меню File, пунктом Import или горячими клавишами Ctrl-A или Command-A на Macintosh. Ищем наше видео. Ставим на нашу линейку. Звук нам не понадобится, поэтому сразу его удаляем. Это видео также со съемок клипа на мой сольный трек под названием 1, который я снимал не так давно в Лондоне. На этом кусочке футажа мы видим, что баланс белого совершенно не выдержан. Снимали мы этот эпизод без какого-либо дополнительного света на довольно хороший светосильный объектив. автосирс 55 миллиметров 1.4. Но! Так как в Лондоне кроме съемок клипа мы тестировали довольно много сортов пива и другого вкусного алкоголя, нам конечно же было не до баланса белого. И результатом отсутствия настройки баланса белого стало такое видео, где совершенно по-другому отображаются цвета, не так как мы хотим. Чтобы привести наше видео к более-менее приемлемому результату, сегодня мы воспользуемся фильтром Fast Color Corrector. Переходим в панель эффекты и ищем Fast Color Corrector. Либо мы можем найти его в папочке видеоэффекты Color Correction. Вот, Fast Color Corrector. Применяем этот фильтр на наш клип и переходим в настройки. В панель Effect Controls. Убираем сразу таймлайн для эффектов, так как мы не собираемся автоматизировать никакие параметры. Открываем панель настроек нашего фильтра, нажав на стрелочку слева. Мы видим, что визуально настройки этого фильтра довольно схожи с настройками фильтра Three-Way Color Corrector, который мы рассматривали в прошлом уроке. В прошлом уроке я постарался осветить теоретическую часть работы этого фильтра, поэтому, если хотите познакомиться более подробно, что означает каждый параметр, смотрите вторую часть урока Быстрая цветокоррекция в программе Adobe Premiere Pro. А пока мы просто попытаемся поправить баланс белого. Это делается на самом деле очень просто. Мы видим тут пунктик в настройках нашего фильтра под названием White Balance. Как раз изменяя его, мы и можем привести баланс белого к необходимому нам результату. Как это можно сделать? У нас тут есть такой пикер, пипеточка, с помощью которого мы можем выбрать цвет, который соответствует белому на нашем видео. То есть мы, допустим, знаем, что вот эта стена, например, должна быть белой в идеале, а у нас она какая-то такая желтовато-оранжевая непонятного цвета. Либо мы можем знать, что надпись вот на рекламе этого автобуса, например, она тоже должна быть в идеале белой, а она у нас такая тоже желтоватая. Не стоит совершенно наводить пипеточку на абсолютно белые фонарики внутри автобуса или на абсолютно белые фонари на улице, потому что это не будет отображать истинную картину и ничего у нас толком не изменится. Вот, например, мы можем нажать на фонари, и картинка совершенно не поменялась, так как, в принципе, такой же белый цвет. А теперь попробуем найти правильный цвет для нашего баланса белого. Я попробую взять его с вот этой стены здания. Просто нажимаем и смотрим результат. Вот, мы видим совершенно другой результат, и мы видим, что колесо настройки тона тоже изменило свои параметры. Попробуем взять другой цвет, например, с отражения на автобусе. В принципе, мы получили почти то же самое. То есть мы видим, что мы не так далеки от истины. Первый вариант мне понравился больше, поэтому попробуем взять, опять же, цвет со стены при помощи пикера. Ну что ж, довольно-таки неплохо. И теперь при помощи более тонких настроек мы можем добиться желаемого результата. Если мы, изменяя параметры при помощи мышки, будем удерживать Ctrl или Command на Macintosh, параметры будут изменяться довольно медленно. Ну, в данном случае Balance Magnitude мы будем использовать на 100%. Balance Gain немножко поменьше. Может быть вот так. Saturation чуть-чуть может быть больше. И теперь попробуем немножко изменить контраст с помощью параметра Input Levels. Нет, это слишком светло. Ну, может быть, чуть-чуть слишком темно. Ну, как-то вот так вот. Так же мы можем попробовать немножко изменить View Angle. Ну что ж, довольно-таки неплохо. Так же хочу сказать, что вот это исправление баланса белого может пригодиться совершенно не только для каких-то ночных съемок, а просто для съемок, где не был выставлен этот баланс белого при, например, искусственном освещении внутри помещения, при разных ситуациях, даже при дневном свете, почти при всех возможных вариантах съемки. Просто этот пример довольно наглядно показывает, как мы можем это исправить и какого результата мы можем добиться. На этом я хотел бы закончить этот маленький урок. Спасибо всем за внимание. Заходите на мой сайт www.djkrypton.de и подписывайтесь на мою рассылку внизу сайта. С вами был DJ Krypton. И до новых встреч!